Тем временем в Среднеколымском районе сохраняется напряженная паводковая обстановка. Как жить дальше? Этот вопрос неоднократно задавали жители района к главе республики в ходе его рабочей поездки. В ряде населенных пунктов остаются подтопленными множество жилых домов и социальных объектов. Какие действия по борьбе с последствиями паводка предпримет правительство, расскажет Марьяна Кутукова. Из-за подъема уровня воды в реке Алазея в этом году в Среднеколымском Улусе пострадали три населенных пункта. Это Аргахтах, Сватай и Березовка. Именно эти села посетило руководство республики. Присутствие главы Якутии в такой тяжелый период для среднеколымцев стало большой поддержкой. Народ смог выговориться и главное показать масштабы нанесенного ущерба. Также люди лично благодарили за уже оказанную помощь, в частности за организацию летнего отдыха детей в лагерях. Как нам ранее сообщил Юрий Зайцев со Среднеколымского района, школьники из пострадавших от наводнения сел останутся в лагерях еще на третий сезон. В Аргахтахе вчера прозвучал основной вопрос, это и оказание стройматериалами первое. Второе, это чтобы дети третий сезон тоже провели в детских, значит, оздоровительных учреждениях в городе Якутске третий сезон. То есть 17-20 августа, потому что воды очень много, значит, что по крайней мере дети отдыхали в этот период. В Березовке дети уже возвращаются. Сегодня была встреча с населением в Березовке. А вы детей не отправляли, да? Детей отправляли, они приехали вчера. А, вчера приедете. Вчера приедете. Тетяка, ты ездила, нет? Не ездила. Ездила отдыхать, да. Куда ездила? В Сочи. Слушай, смотри. Вот он ездил. Да. Кто на Сочи ездил, да? Ничего понравилось? Морок упалит. Соркидый зал ходил, что ли на кочанах ходил. Если сегодня в Березовке вода ушла, то в Аргахтахе и сватая она еще стоит. Жители потопленных сел в первую очередь волнуют вопросы, связанные с сенокосной компанией, кормозаготовкой и просушкой домов. Также, несмотря на стихию, люди просят не останавливать строительство социальных объектов. А в Березовке главный вопрос – это доставка стройматериалов, в особенности кирпичей, необходимых для печного отопления. В Березовке силами самих жителей и бойцов стутотрядов продолжаются восстановительные работы. Сумма нанесенного ущерба в поселке составляет 66 миллионов рублей. Плюс 90 миллионов рублей потребуются на транспортные расходы по доставке строительных материалов. По этому вопросу глава республики поручил осуществить доставку в кратчайшие сроки за счет привлечения вертолетов Ми-26 акционерной компании «Алроса». Общий объем грузов составит 450 тонн. Кроме этого, Егор Афанасьевич поставил перед правительством еще ряд текущих и перспективных задач. В том числе сделать исключение для среднеколымцев в оказании материальной помощи, изменить приоритеты на север по подключению центрального отопления, завершить строительство соцобъектов в подтопленных селах. Также в ближайшее время необходимо исследовать скотомогильники захоронения сибирской язвы для предотвращения возможных рисков для жителей среднеколымского района. Всем временем гидрологическая обстановка на реках республики неутешительная. Из-за обильных дождей, которые прошли в бассейнах рек Витим и Алёкма, на реке Лена ожидается подъем уровня воды на 5-6 метров. С 20 по 25 число это Алёкминский район, и с 25 по 30 июля это Хангаласский, пригород Якутска и Намский район, будет проходить поводок. Общей высотой 5-6 метров ожидаем, что произойдет затопление сенокосных угодий. Степень затопления ориентировочно составит около 30-50%. Марьяна Кутукова, Гаврил Дичков, Вадим Ганкевич, Якутия. День за днем.